Великобритания 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 Тамара замечательная женщина Мы никогда не ссорились Дома появился породистый пес по имени Борис Или Борис, как его чаще называют А на кухне самовар Правда он здесь больше для создания колорита Чем для чаепития в русском стиле Вы знаете, мне кажется Это болезнь всех эмигрантов Ты не чувствуешь себя там дома Ну и не чувствуешь себя Здесь еще дома При этом Оксана Пример удачной пересадки русских корней На английскую землю Лондон, как говорят в таких случаях, ее принял Семья дружит в основном с британцами А это уже часть молоком, благотворительность И другие увлечения Например, конная езда и скачки в аскот Традиционные бега Это прежде всего шляпки, сумочки, клубника Со сливками и шампанское А уже потом лошади Выход в британский свет Русские львицы освоили великолепно У меня всегда прекрасное настроение Всегда веселое И вот эта шляпа И вместе с маской Напоминает венецианский карнавал Перья Оранжевый цвет лета Вот, а платье Я купила наибице Наталья приезжает на скачки каждый год И всегда попадает в переплет Газетный Папарацци не упускает случая Сфотографировать девушку Однако в королевскую ложу Наталью не пустят Там действует строжайший дресс-код Никаких мини-юбок А лямки на платьях Должны быть не меньше пяти сантиметров В общем, выглядеть надо Как Татьяна и ее подружки Татьяна дизайнер шляпок Кажется, она знакома с английским этикетом Лучше самих британцев Наталья очень горда русскими дамами Русскими дамами на аскоте Потому что у них прекрасный вкус Они умеют себя преподносить Обычно очень статные Русские дамы И они выделяются Определенные броскости То есть они как бы Могут вместить себя В пределы этикета Но при этом Одеться красиво и элегантно Так что они будут заметны В толпе А вообще Эталоном хорошего вкуса На скачках считается Сама королева Причем традиционно Первая ставка на ипподроме На цвет шляпки И ее величество Батально вот так вот стоишь Поворачиваешь Сергей Павленко Познакомился с Елизаветой II В ее резиденции В Букингемском дворце Художник писал портрет Ее величества Для гильдии драпировщиков Членом которой является королева Впервые в своей жизни Сергей рисовал картину Работая в галстуке и костюме Единственное я спросил Как вот обращаться к королеве Там если что нужно говорить Потому что обычно говорят Что там обращаться надо мем Но мне сказали Что в общем королева Не любит обращение мем Гораздо лучше обращаться Просто ваше величество Если визит королевы Был ожидаемый То прибытие принца Уильяма В русский ресторан Мариванна Стал большим сюрпризом Наследник британской короны Выбрал российскую кухню Для празднования 30-летия Итак Два борща Салатик под шубой Оливье И бутылочка яйца В меню ресторана Есть все Что так дорого Русскому человеку Особенно накануне Нового года Или в чужом королевстве В любом случае Принцу Скорее всего Было интересно Попробовать все Но что конкретно Заказал наследник британской короны Почти государственная тайна Да Действительно Принцвольным был В нашем ресторане Но к сожалению Программитировать я не могу Потому что мы Предпочитаем И рассказывать о подробностях Визитов Наших гостей В нашего ресторана Ну хотя бы Расскройте Что они заказали Это был борщ Это был шампанское Блины Они ели традиционную Русскую еду Ну что девчонки Что завтракать будем Суши будешь А ты круассоны Хорошо Все силы Завтрак у Оксаны Скорее в японско-французском стиле С русским в семье Вообще проблемы Дочери предпочитают Отвечать маме На языке Шекспира Русский теряется Очень легко Даже чисто русская семья Даже чисто русскоговорящий Если вот дети Не ходят в русскую школу Где-нибудь По субботам Воскресеньям Язык теряется По выходным Оксана водит девочек На гимнастику Это скорее русское влечение Да и тренер Бывший победитель Советских соревнований Если Оксана Выбрала для семьи Традиционно русский вид спорта То бизнесмену Евгению Чучваркину Понравилось увлечение англичан Конное поло А на что по эмоциям Поло похоже? На секс Выиграть у аристократов На их поле сложно Но возможно С этого седла Бизнесмена уже не выбить В королевстве Он чувствует себя уверенно Больше нет причин Для переживаний Евгений готовится Открыть новый бизнес В Лондоне И уже спокойно Рассуждают о том Почему то что в Англии Хорошо В России невозможно Климат очень плохой Здесь вот трава Сколько там Пять месяцев Сейчас лето плохое А зимой арена Ну редко-редко бывает Что все замерзше Так что нельзя играть Плюс традиции Русский Лондон Это футбольные клубы Рестораны Книжные магазины И новые спортивные влечения Британцы уже привыкли К русским деньгам Удивить их чем-либо Сложно Это Найсбридж Район дорогих магазинов И квартир В которых цена Одного квадратного метра Может доходить До миллиона фунтов Вот один из таких домов В нем проживают И наши соотечественники Королевство не пугает Так называемое Русское нашествие Лондонград Это всего лишь запятая В истории страны Вот лишь один факт За последние 20 лет Всего лишь 19 тысяч россиян Получили британское гражданство Евгений Ксензенко И Борис Халфкин Специальные программы Вместе Лондон Великобритания Кстати Среди иностранцев Первенство По покупке Недвижимости В Лондоне Как раз у россиян Второе место У граждан Казахстана Сразу оговорюсь Речь лишь О выходцах Из странсодружества Жилье Замечу Покупают элитное Привлекает вид Вид на Темзу И Биг Бен Как обживаются И для кого Туманный Альбион Уже стал второй родиной Об этом мы расскажем Ровно через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова